Короли бездорожья. В Петропавловске прошли гонки джипов класса 4х4. На старт вышли 15 недорожников. Какому автомобилю удалось успешно пройти испытания, расскажет наш корреспондент Арман Бейнде. Новые и старые авто, транспорт советской эпохи и иномарки. На награды состязаний претендуют все участники. Но оснащенный мощным мотором джип – это полдела. Для хорошего результата нужен опытный пилот. Один из таких – Артем Дубровский. На своем черном ландкрузер он первый преодолел снежный барьер. Для победы необходим достаточно нормальный автомобиль, чтобы ехал по бездорожью, по полному бездорожью, там где действительно нет асфальта, там где грязь, снег, не важно что. Мастерство в первую очередь. Существует определенная техника езды. Низкий клиренс не позволил большинству автомобилей быстро пройти дистанцию. К их числу не относится советский ГАЗ-69. Его водитель почти беспрепятственно преодолел путь. Итог третье место. Владимир Гнетко рассказывает, что вложил в автомобиль душу. Собрал его своими руками. Это советская машина, которую Советский Союз выпускал. И она военная. А военная машина, она сделана для проходимости. Битву внедорожников не пропустили представительницы прекрасного пола. За рулем Нивы Мария Вржец. Участвует в соревнованиях впервые. Марии не удалось войти в тройку лучших, но она не расстраивается. На трассе очень сложно. Так как я девушка, мне очень трудно крутить руль. Так как тут ни гидроча, ничего нет, сами понимаете. То есть вот в этом мне было трудно. Крутить руль. Но так мне как бы помогали штурманы, поэтому без проблем. Зимние соревнования «Машины и бега» проводятся в Северном Казахстане в первый раз. Но поклонников состязаний уже немало. Организаторы обещают сделать их традиционными и проводить ежегодно. С каждым годом мы будем планировать соревнования проводить все серьезнее и серьезнее. Более сложные трассы, более подготовленные трассы. Ну и надеемся, что и водители так же само будут готовить свои машины на более сложные трассы. Это делаем для того, чтобы в Североказахстанской области поднять уровень автоспорта. Победителям вручились символичные кубки в виде деталей автомобиля, дипломы и сертификаты. Следующие «Машины и бега» пройдут летом, но назовут их уже по-другому. Грязные игры. Арман Байендеж, Лузбек Ермуканов. Новости МТРК.